Доброе утро, день, вечер. Здравствуйте всем. Буду счастлива, если начнут включаться камеры. Доброе утро. Немножко подождем, чтобы присоединились все, потому что все подключаются. Да, чат работает, поэтому можно прямо написать, какие территории нас приветствуют. Вот Хакасия первая написала, что она всех приветствует. Курган с нами. Югра, Краснотуранск. Прекрасно. Красноярск здесь, Красноярск, Краснодар, Ульяновск, Владимирская область. Вот как приятно. Как приятно всех видеть. Еще одна Хакасия тут же. Таганрог. Устердынский, Бурятский округ. Архангельская область с нами. Тоже не в одном лице, а в нескольких. Да, в том числе город Котлас. Кировская область. Устраивайтесь поудобнее. Да, мы сегодня примерно на полтора часа договорились с вами о беседе и работе совместной, поэтому чашка кофе никому не повредит. Ну что мы, знаете, как-то повелось, что мы контрольные две минуты всегда ждем, пока идет подключение из зала ожидания, и пока все устраиваются. И по-прежнему, да, в чате можно написать, откуда вы, чтобы всех поприветствовать. А я с огромным удовольствием приветствую всех на нашей сегодняшней лаборатории ресурсных центров. И снова в очередной раз представлюсь, потому что почему-то подписанная сегодня просто центр гарант. И, кстати, могу предложить всем, посмотрите, как вы подписаны. И можно переподписаться, если вдруг как-то не так, как бы вы хотели. И я вас приветствую всех на лаборатории ресурсных центров. Огромное спасибо, что вы присоединились и решили провести эти полтора часа вместе с нами. И сразу хочу сказать, что мы на самом деле пригласили вас на лабораторию ресурсных центров, потому что уже в течение многих лет центр гарант и группа некоммерческих организаций гарант при поддержке фонда президентских грантов ведет проекты, направленные на развитие ресурсных центров в России и на повышение профессионального уровня, и на выстраивание горизонтальных связей между ресурсными центрами и вот такой организации обмена опыта. И наш очередной проект, который называется «Сила вместе», он как раз и направлен тоже на то, чтобы через различные инструменты помочь ресурсным центрам укрепить свои позиции, усилить свои профессиональные компетенции, наладить взаимосвязи с другими ресурсными центрами. И одна из таких амбициозных задач, которые мы ставим себе на время этого проекта, это познакомить между собой не только многофункциональные ресурсные центры, которые уже достаточно плотно общаются и встречаются на разных событиях, но и постараться познакомить и помочь выстроить взаимоотношения между ресурсными центрами, остросливыми, тематическими и многофункциональными. То есть, как мы говорим, между теми ресурсными центрами, которые делают все для всех, между теми ресурсными центрами, которые делают определенные, оказывают определенные услуги, но всем, и между теми, кто оказывает все услуги, но определенным НКО. Вот у нас есть такая определенная градация и специфика работы ресурсных центров, и мы знаем, что есть только те центры, которые ресурсники, которые помогают только организациям, Они работают с организациям, работающим по каким-то специфическим темам, работают с бездомными, работают с пожилыми, работают с детьми с инвалидностью, а есть ресурсные центры, которые работают, наоборот, по какой-то очень определенной тематике, например, юристы за гражданское общество, благосфера, которая является профессионалом в проведении различных мероприятий, клуб бухгалтеров и аудиторов, фандрайзеры. То есть есть очень разная тематика ресурсных центров, и мне кажется, пришло время, чтобы мы все начинали друг с другом больше общаться и выстраивать разного рода взаимоотношения, потому что те, для кого мы работаем, и коммерческие организации нуждаются в нашей поддержке, причем очень разной. И чем сложнее ситуация и чем быстрее развиваются и меняются события в период турбулентности, это происходит просто моментально, тем больше у нас с вами необходимости отвечать на запросы наших клиентов, наших некоммерческих организаций и давать им возможность, либо самим им помогать, либо подсказывать им, куда им нужно обратиться. И вот мы начинаем такую в рамках нашего проекта, мы начинаем в том числе вот эту серию лабораторий ресурсных центров по очень разной тематике. И это не совсем семинар, это, знаете, скорее такая площадка для обсуждения важных тем, и мы хотели бы, чтобы на этой площадке мы встречались бы по разной тематике, обсуждали бы разную тематику, очень важную для того, чтобы ресурсный центр эффективно работал. И мы имеем какой-то запас тем сами в запасе, но будем к вам обращаться с вопросами, а что еще надо обсудить. И нам бы хотелось построить работу этой лаборатории следующим образом, чтобы на ней некоторые участники немножко рассказывали свой опыт, делились своим опытом по тематике лаборатории. А потом у нас бы была возможность обсуждать этот опыт, свой опыт в том числе, и намечать какие-то, может быть, задачи для себя лично и для нас всех как сообщества, как решать и повышать качество нашей работы. И вот если говорить о теме, которую мы хотим предложить сегодняшний день, эта тема, на мой взгляд, с одной стороны, очень простая, а с другой стороны, очень важная, потому что эта тема связана с тем, как сделать так, чтобы нас нашли. Вот очень часто бывает, и вот, например, я сейчас из своего опыта могу сказать, что мы сейчас проводим серию семинаров по территории Архангельской области и заедем в каждое муниципальное образование. Семинары по любимой нашей теме социального проектирования в преддверии нового областного конкурса Грантового. И на каждом встрече нам говорят, а мы не знали, что вы есть, а мы не знали, что к вам можно прийти за консультацией, а мы не знали, что у нас есть центр, в котором можно получить такие-то услуги. Нам кажется, что мы уже из каждого утюга про себя рассказали, а все равно есть большое количество людей, нуждающихся в нашей помощи, которые про нас не знают. И вот мы сегодня попросили несколько руководителей ресурсных центров, очень разных, работающих в очень разных территориях, рассказать о том, что же они делают в этом направлении и ответить, в общем-то, всего лишь навсего на три вопроса. Как и где сейчас мы представлены и как НКО могут найти про нас информацию, какие инструменты лучше всего работают и что еще бы надо подключить, то есть какие площадки попробовать и почему. Вот эти три вопроса мы предварительно задали нескольким спикерам, которые готовились, а может не готовились, а так прям без подготовки будут. И мы сейчас, я предлагаю послушать каждого из них, а вам предлагаю всем, уважаемые участники, поразмышлять над этими вопросами, слушая спикеров, потому что после того, как мы всех немножко послушаем, у нас будет время для обсуждения и для разработки каких-то, может быть, планов и предложений, что нам надо делать. Вот вижу вопрос про запись, запись, да, уже идет, вас должны были предупредить, что мы вас записываем, все делается с общего согласия. Итак, пожалуйста, уважаемые спикеры, вы все знаете, кто вызвался говорить, и я могу в принудительном порядке раздавать микрофон, а можете сами у меня его отнять? Кто готов? Я вижу Оксана, наверное, да. Вот, давайте, начинайте. Итак, Оксан, пожалуйста, представляйтесь сами, вдруг кто-то вас еще не знает. Добрый день, коллеги, меня зовут Алташ Никола, Оксана, я менеджер программы автономной некоммерческой организации, общественный центр социальных инициатив. Мы региональный ресурсный центр Ростовской области, но немножко предыстории, чтобы было понятно, как складывались связи с НКО. Начинали мы как просто автономная некоммерческая организация, работающая с людьми с УВЗ, постепенно нарабатывали опыт, стали ресурсным центром для наших городских НКО. И с 2017 года мы вышли на региональный уровень, сейчас мы региональный ресурсный центр. Так вот, где мы представлены и как нас найти? Естественно, есть сайт, отвечающий всем требованиям стандартов открытости, на котором есть все наши контакты, социальные сети, ссылочки, телефоны, электронные почты, то есть все в открытом доступе. В поисковике очень легко находится по нашей аббревиатуре, вот которая у меня подписана следом за фамилией на окошке. Естественно, ведутся соцсети, но в свете последних событий мы ушли из двух социальных сетей, которые запрещены. Для себя приняли решение, что они были и не особо активны, наиболее активный у нас контакт все-таки, и находят нас чаще всего там, мы общаемся там и в сообщениях, и в комментариях. Там тоже выложены все наши реквизиты, то есть телефоны, электронные почты, и, естественно, группа мониторится практически круглосуточно. На сообщения стараемся отвечать максимально быстро. У нас есть еще один канал, с помощью которого нам удается донести информацию о нас, скажем так, до НКО. У нас очень плотно развито общение с правительством региона и с общественной палатой. И они очень помогают вот именно в плане информирования НКО о наших мероприятиях, о каких-то больших крупных мероприятиях, на которые мы хотим пригласить НКО. То есть это делается посредством рассылки по системе дела администрации, до администрации муниципалитетов доводится, и они доводят до своих НКО. Благодаря этому мы еще и с администрациями муниципалитетов наладили контакт, что тоже немаловажно в нашей работе как регионального ресурсного центра. Ну а начиналось все в семнадцатом году вот так же, как и Архангельск. Мы ездили по городам, селам и весям нашего региона с семинарами, с консультациями, рассказывали о том, что мы есть, что мы делаем, чем можем быть полезны. Сейчас мы уже меньше таких выездных делаем, сейчас немножко другая история. Мы открываем новые ресурсные центры в регионе, ездим уже к ним и знакомим их с НКО, передаем постепенно флажок дальше. Общественная палата очень помогает рассказывать о нас, потому что периодические новости о нас публикуют. Но мы очень плотно работаем. В этом у нас, конечно, большой бонус вот такого плотного взаимодействия с органами власти и с общественной палатой. Кроме того, у нас работает очень активно НКО-чат. Ватсап, в Телеграм неохотно народ переходит, поэтому мы в Ватсапе. Но есть мы и в Телеграме канал, там тоже у нас идет общение, там поменьше участников. А вот именно в чате Ватсап он у нас и информативный, то есть мы выкладываем обязательно все важные новости, там законодательство, конкурсы, наши анонсы. И он для общения, то есть благодаря чату мы развиваем горизонтальные связи между НКО. Они уже там между собой находят каких-то партнеров для мероприятий, для проектов. То есть это тоже такая площадка, где мы общаемся с нашими НКО. Ну и по-прежнему никто не отменял изумительную технологию сарафанного радио. Она работает. По нашим НКО мы видим, что того, что есть достаточно, пытаемся увести в Телеграм. Ну тяжело, у нас очень много сельской местности, с интернетом у нас тут в хуторах не все хорошо, на бугор надо выходить. Поэтому вот пока на данный момент вот этих вот каналов коммуникации хватает, но мы как бы все равно держим руку на пульсе, смотрим, что делают коллеги. Учимся у тех, кто опытнее и сильнее, у тех, кто другие пробуют площадки. И как только что-то видим интересное, то, что может зайти, не зайти, мы тестируем. То есть вот сейчас тестируем Телеграм. Как только появится вот Тенчат, сейчас я думаю о том, что скорее всего и туда мы зайдем. Ну видим, да, новые соцсети какие-то развиваются. То есть будем пробовать, тестировать. Естественно, что любой новый канал – это возможность не только рассказать о нас, а скорее донести информацию до НКО, что им есть куда обратиться. Вот это, наверное, важнее. Просто рассказать о нас, но это не самое главное. Спасибо. Спасибо большое. Наташа улыбается. Следующий размер улыбки у Наташи, да. Я, что ли, должна? Да, Аня, да, да, Наташа, да. Всем добрый день. Приятно видеть знакомых, незнакомых коллег. И спасибо Гаранту за приглашение. Ну я тут с корабля на бал, у нас через два дня форум. В общем, тут можно сказать. Еще один способ рассказать, заявить о себе, да? Да, конечно, потому что у нас еще онлайн-трансляция будет, поэтому кому интересно, можно будет поприсутствовать. Вот, что по вопросам, значит, как и где мы сейчас представлены, как могут найти. Ну, у нас есть, так же, как и у многих коллег, то же самое, дублируются наши механизмы. Это сайт nko56.ru. У нас был чат в WhatsApp, и мы перевели в Telegram. Вот, то есть мы там общаемся с участниками. В основном это те, кто были на наших семинарах, на наших школах, в общем, на каких-то еще, какие-то точки контакта были. Мы туда всех людей заводим. И вот как раз-таки это некий такой ресурс для оперативной обмена информацией. Плюс плотно работаем в плане информационной работы с общественной палатой, с Министерством региональной информационной политики, с Министерством социального развития. Если когда-то нужна нам какая-то такая большая общая рассылка, вот, например, как сейчас у нас происходит с форумом, то мы готовим официальное письмо. Ну, они там уже под себя его адаптируют и делают рассылку по всей своей базе. Вот. Но в основном это сайт. А, ну и плюс еще мы делаем электронную рассылку. Стараемся максимально, ну, охватывать. Вот. Какие инструменты работают лучше всего? Ну, сарафанное радио, естественно, это первый важный инструмент. Он никуда не уходил. Особенно это работает в территориях. И все звонят, вот нам про нас сказали, доложили. Вот это больше всего работает. Вот. В социальной сети раньше активно сработал Инстаграм, и много шло обращений в Инстаграм. Сейчас это все рухнуло в контакт. Например, группа не так работает. Больше, опять же, работает личная страница. Ну, то есть, ну, как бы, как и везде, особенно с территории, есть личный бренд, да, и все равно идут на личный бренд. То есть я бы выделила две, три, вернее, вещи. Личный бренд, сарафанное радио и административный ресурс. Все. Ну, то есть это три вещи, которые у нас работают. Какие-то новые, новые видения. Ну, нет, пока что вот там новые социальные сети. Нет, даже и не думаем туда идти, потому что люди и так уже перегружены этими каналами. И новые не вижу пока смысла. Какие бы мы хотели еще попробовать площадки? Почему? Площадки чего? Того, как, где сделать так, чтобы вас там нашли. Ну, это если мы, что вы и делаете, в принципе, да. Вот сейчас, например, вы нас собрали, да, и мы тут про себя рассказываем. Вот, наверное, вот больше вот таких вот миксов, наверное, коллабораций, не знаю, когда мы друг друга зовем на какие-то мероприятия, да. И, опять же, да, спасибо гаранту, что благодаря вот этой школе тренеров и вашим семинарам очень много ты находишь экспертов, которых ты можешь пригласить. И очень важно, что многие готовы приехать бесплатно. Вот, это тоже большая возможность. Поэтому вот так как раз-таки на наш форум, который сейчас будет проходить, очень много, ну, то есть немного у нас семь экспертов приезжает. Вот, и это вот как раз-таки люди, которые были подсмотрены, да, на каких-то площадках, где-то мы пересекались. Наташа, я правильно тебя услышала, что это одна из возможностей заявить себя, когда мы привозим в территорию нового эксперта, на него могут прийти те, кто тебя раньше не знал, просто потому, что он где-то увидел информацию о какой-то новой теме или каком-то новом семинаре. То есть он вроде как не понимает, куда он идет. Да. И тогда на этих площадках и этих семинарах нужно еще все время выходить и говорить, а вот он и я, у меня вот есть вот такие для вас услуги. Да, и это в том числе, потому что все равно, ну, то есть до конца люди все равно не понимают, да, кто такие ресурсники, что они могут предложить. Но сейчас у нас так как бы сложилось, ну, мы можем создать НКО, вот все к нам и бегут, да. А второй момент, то есть если, да, предыдущий эксперт Оксана говорил, что они пошли в территорию и уже создают ресурсы, то у нас, например, вот эту всю историю выполняет Департамент молодежной политики, да, и они по указке создали волонтерские центры в каждом муниципальном образовании, их отрабатывает, у них там строгая дорожная карта и все такое. То мы еще в такой первой ступени, наверное, когда вот сами люди к нам идут и мы выполняем вот эту вот роль консультационных услуг. Ну, но не хватает, опять же, ни рук, ни экспертов, опять же, там сильно провисает вопрос там бухгалтерии, например, а мы завалимся этим вопросом, потому что после регистрации все бегут с этим вопросом. Вот, и вот тут тоже хорошо подумать вообще, может быть, и не надо этим заморачиваться, и пусть сами как хотят, так и выплывает, например, они же приняли решение создать НКО, а мы, да, там, другие вопросы, например, информационная открытость. Или если ты назвался ресурсник, ну, будь добр, найди бухгалтера, ну, то есть это вот проподумать, наверное, как это. Вот, наверное, вот так. Ну, и из пожеланий все-таки понятно, что мы вот так тусуемся, миксуемся, это классно, когда ресурсник, ну, опять же, моя не то, что боль, но я все равно понимаю, там, в нашу территорию я все равно далеко не уеду без органов власти, как бы мне это ни хотелось, потому что, опять же, выходы на территории, это только через них. Сейчас, да, конечно, каких-то они меня знают, но у нас 45 муниципальных образований, не везде знают. Вот, и, да, тоже своей болью поделюсь, была там на днях встреча с губернатором, не услышал, не смогла я доказать, что, например, нужна, да, какая-то программа по поддержке НКО, нужно дополнительное финансирование, нужно этот сектор развивать. Не увидели они в этом выгоду, вот, в нас, так сказать, то есть, испугался слово фонда, не знаю, почему, если вот создавать, да, какую-то. И вот здесь тоже они, то есть, ну, как бы вы же так притаскиваете 20 миллионов, ну, там, 40 за грантовые конкурсы, почему я должен вкладывать, например, в 10 на эту организацию, если вы столько же принесете? Я говорю, ну, это же как в бизнесе, вы сначала вложитесь, да, и потом через какое-то время. Нет, здесь им надо, здесь, сейчас, и я думаю, если будет какое-то решение принято, оно будет не скоро, но тогда уже, наверное, и ресурсный центр не нужен будет. Те регионы, которые это поняли, побежали вперед, они убегут, а у нас, наверное, НКОшки, которые выросли, пойдут дальше и вперед, им центр не нужен, а территории, к сожалению, так и будут барахтаться. Ну, сами по себе очень сильно отстанутся. Спасибо, Наташа. Да, я понимаю, что вопросы были про то, как сделать так, чтобы нас нашли, но наболевшие вопросы никуда не денешь, поэтому мы все равно к ним приходим, да, и все равно будем их обсуждать, но я думаю, что это точно будет темой одной из, ну, нескольких, может быть, наших разговоров, потому что все-таки, что делать центру, все, за все хвататься или не за все, и как вот найти тот оптимальный спектр деятельности, который, да, и оставит меня ресурсником, и не угрохает меня саму, это, мне кажется, вопрос к обсуждению, и как выстроить взаимоотношения с властью и доказать, что мы не только деньги привозим, но еще много пользы можем привозить, это тоже как бы такой большой вопрос. Спасибо большое за, ну, вот, твои размышления на тему, мне кажется, Наташа назвала несколько дополнительных площадок, которые она использует, ну, вот, во всяком случае, да, форумы и семинары, на которых надо не забывать рассказывать. Ну, я просто поделюсь, да, вот, своим ощущением, я бесконечно, введя любые форумы, забываю сказать, кто мы такие, что мы делаем, ну, потому что, раз уж вы к нам на форум-то приехали, вы уж точно знаете, что у нас можно бесплатную консультацию получить. А нет, ничего подобного, сплошь и рядом, люди, которые приезжают нам на мероприятие, понятия не имеют, какую услугу у нас можно получить. И вот это вот проговаривание, а кто мы такие, что мы делаем, а может быть, даже вставить, я знаю, некоторые ресурсные центры делают так, но далеко не все, вставить этот листочек в раздаток, что, а еще у нас можно вот это, вот это, вот это и поцеловать, да, то вот это, наверное, будет тоже правильным заходом. Спасибо. Ань, передаю слово тебе, Анна Фролова, представляйся. Здравствуйте, Анна Фролова, меня зовут, я руководитель ресурсного центра поддержки и развития НКО Республики Хакасия, это негосударственный центр, негосударственный ресурсный центр, который создался при центре сопровождения социального бизнеса и некоммерческих организаций. Нам два с половиной года, мы достаточно молодые, и эти два с половиной года мы, в принципе, существовали как центра сопровождения и только буквально год назад осознали, что по факту и изначально мы были ресурсным центром, который сразу оказывал услуги некоммерческому сектору Республики Хакасия. Сейчас у нас сразу один из источников, где нас можно найти, при этом мой опыт, это не такой уж положительный, в большей степени я думала, что это будет 10 минут просто рассказывать о том, какие мы потерпели провалы. Это тоже можно. Да, потому что изначально у нас, как и у всех, мы начали работать, и, естественно, нужно было сразу все социальные сети штурмом взять, то есть у нас есть Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, и плюс еще у нас был один сайт. Вот, сайт совершенно мертвый, он нужен только для того, чтобы, для всех, как все знают, для того, чтобы подавать награнты и чтобы его смотрел наш эксперт, где будет вся информация содержаться. Всю ставку мы делали на Инстаграм и развивали мы практически полностью Инстаграм. Почему? Потому что там был большой отклик, то есть там чувствуется аудитория, там есть вот эта вот возможность, была, вернее, была возможность на мероприятиях запускать сторисы, которые активно смотрелись, и, в принципе, у нас вот первое, конечно, как и у всех, это сарафанное радио, как к нам люди приходили, второе, это Инстаграм, третье или второе, тоже не знаю, но мне кажется, наравне точно так же, как с Инстаграмом, они ко мне приходили лично, то есть приходят на мыфрологу у нас, это также у меня развиваются свои социальные сети, и мы спокойно существовали, затем, когда мы сделали анализ наших социальных сетей и нашего сайта, мы поняли, что у нас есть такие мертвые социальные сети, именно для нашего центра, это Фейсбук, Одноклассники и наш сайт, получается, и, ну, ну, и ВКонтакте мы решили ввести, потому что там есть некоторые возможности, но там у нас было там 60 подписчиков буквально вот до недавнего времени, которые там несчастные в одиночке находились, если честно, а мы просто туда дублировали информацию с Инстаграма. И как-то все так происходило до тех пор, пока у нас Инстаграм не накрылся, и вот когда вот он накрылся, у нас, а, я говорила, что Фейсбук, Одноклассники, сайт мы отказались вообще ввести, потому что очень много ресурсов, энергии тратится, а смысла в этом нет совершенно. Нашей аудитории там не было, и отклика совершенно не было. Вот, когда у нас с Инстаграмом случилась такая беда, получается, мы, как и все, пошли в контакт, развивать контакт. Но, тем не менее, не нашло, опять же, это у нас такого огромнейшего отклика, и там мы, я вот, например, по-честному скажу, я там не чувствую аудиторию. То есть, вроде бы, как в какую-то трубу мы пишем, с какими-то шариками, фонариками пытаемся что-то говорить где-то, ну, я знаю, что, я четко знаю, что через ВКонтакте я не наберу, например, на свое мероприятие достаточное количество людей. У меня был свой личный телеграм-канал. Я там писала о своих там переживаниях некоторых, ну, просто вела и вела. Я его, так как там уже у меня было тоже не так много подписчиков, но, тем не менее, около 80 человек, и это прям наше НКО и моя прямая целевая аудитория, там не было ни родственников, никого. Вот именно там такая, как эксперта уже в большей степени у меня был канал, я его переименовала в ресурсный центр, и мы его уже начали позиционировать как канал ресурсного центра. Вот на данный момент у нас такая ситуация складывается. А, кстати, у нас есть уже второй сайт, который создан для сейчас фонда президентских грантов, который у нас находится в том же состоянии, что и первый. Мы не нашли там, к сожалению, отклика тоже та самая. То есть мы попробовали, мы попытались, мы его похоронили. Вот. И телеграм-канал мне очень сейчас нравится, потому что весь отклик у нас в телеграм-канале. При этом он у нас с комментариями очень, я могу сказать, что очень много комментариев мы получаем и вопросов получаем. Плюс в связи с этими комментариями у нас родилась такая общалка. НКО Республики Хакасия – общалка. Она так и называется. То есть это вообще неформальная такая вещь, где каждый может что-то написать, и комментарии к тому, что мы пишем, что я пишу в канале, что мы опубликуем там, оно все падает в общалку. И у наших НКО и специалистов появилась такая возможность, где они могут и самостоятельно что-то написать, и также прокомментировать то, что уже нами написано. Отклик там, конечно, больше всего. Я могу сказать, что отклик даже больше, чем в Инстаграме. То есть вот сейчас вроде как нужно начать заниматься контактом, но при этом в силу того, что опять же мы ресурсники, да, мы жаловаться сейчас, значит, что мы загружены с утра до ночи. И для того, чтобы начать сейчас возрождать полностью контакт, это нужно взять дополнительного человека, который полностью возьмет и начнет его приводить вообще в порядок. Потому что он у нас велся так, а бы как бы. И получается, что вот на данный момент мы выбрали для себя Телеграм, ну и ВКонтакте он точно так же остался, мы его все равно будем продолжать развивать. Что мы ждем? Все-таки уже, а, по поводу контакта, что мы не нашли ВКонтакте. То есть мы достаточно мобильные, мы такие, вообще у нас много пишем, много что-то оповещаем кого-то. Именно о том, как у нас происходит жизнь в центре, куда мы едем, какие мероприятия проводим, цепляем фотографии и так далее. К сожалению, для этого не подходит контакт. Там есть возможность загружать сторисы, но мы попробовали, просмотрела эту сторис я и наш сотрудник один еще. И все, то есть сразу вопрос отпал. И в Телеграме тоже так же этой возможности нет, поэтому мы ждем обещанный всем Росграмм. Тенчат попробовали, честно скажу, не понравилось. Росграмм ждем, надеемся, что он будет очень похож на Инстаграм. И в принципе, также я благодарю Гарант за то, что вот вы нас собираете. И вот меня очень сильно радует то, что у нас сегодня чуть больше 50 человек, а я, наверное, большую часть уже знаю. И третья часть уже буквально мне друзья и близкие, наши ресурсники. Потому что это, конечно, классно, это, конечно, круто. И, наверное, самое большое такое переопыление происходит на ваших мероприятиях. Ну и спасибо за такую возможность сегодня рассказать про то, что у нас обстоят дела. Очень рада, что вы нас пригласили. Вот, надеюсь, наш опыт был достаточно для вас, не знаю, печальным, радостным. Не знаю, уж не сочтите. Знакомым, скажем так. Да, знакомым. Мне кажется, что очень многие сказали, да-да-да, и у нас то же самое. Покивайте тех, кто вот уже на те же граб, по тем же граблям ходил, всего этого хлебнул. Да-да-да. Вот сейчас прям камера одна за другой будет включаться и начнут все это качать головой. Я вот в наш чат здесь, я кидаю сейчас наши ссылочки, чего вы сделали, наверное, другие. Пожалуйста, подписывайтесь. Я буду очень рада, если среди вас будут наши подписчики. И будем друг друга узнавать еще лучше и следить за друг другом уже на других платформах. Все, спасибо большое. Да, и я сразу хочу сказать, что это еще один способ рассказать о себе. Везде, где только можно кидать ссылочку на то, чтобы вас увидели и узнали. Да, я думаю, что мы из чата ссылочки вынем. И когда будем отправлять ссылку на видео, то вот как раз и чеклист, можем вот те ссылки, которые здесь появятся в чате, туда отправить. Марина Евгеньевна, можно еще дополнить? Еще, знаете, такой вот очень хороший способ связи и том, как о нас узнают, я уже сказала про сарафанное радио. Но есть еще очень здорово и классно, когда наши НКО и наши там вообще инициативные граждане, те, кто ходит на наши мероприятия, пишут отзывы. Пусть даже просто фотографии они размещают со ссылками на нас, чтобы мы побольше мелькали в других где-то организациях, друг у друга и так далее. Потому что это тоже способ связи и нас узнают именно много людей тоже так друг от друга. Это с одной стороны сарафанное радио, но с другой стороны это идет по отзывам, тоже очень много приходит. И здесь коллегам я говорю, давайте писать друг о друге и друг о друге, оповещать других. Спасибо. И это спасибо большое, тоже очень, мне кажется, важное замечание, потому что на самом деле к каждому из нас приходят некоммерческие организации из других территорий. К нам заглядывают из Хакасии, из Ростова, к вам могут заглянуть из Архангельской. И поэтому, когда мы друг про друга тоже информацию оставляем, это значит, наши найдут своих, вот, тех, которые поближе. Ну и я хочу еще микрофончик дать Марине Мироновой. Да, Марина, пожалуйста, представляйтесь. Меня зовут Марина Миронова, я из Кантомансийского автономного округа, город Хангипас, руководитель автономной некоммерческой организации, центр правовой психологической помощи и ориентир, на базе которого создан ресурсный центр. Слушаю более опытных коллег, киваю, потому что, в принципе, наш ресурсный центр, ну, по моему мнению, делает свои первые шаги. Осенью 2021 года мы получили поддержку фонда гранта губернатора ХМАО на развитие ресурсного центра именно на нашей территории, в нашем муниципалитете. Какой наш опыт и где мы используем, так скажем, ход о себе, заявляем о себе. Конечно, личный бренд и личные знакомства никто не отменяет, особенно на маленьких территориях, где мы друг друга знаем, где мы друг друга слышим, считаем, какой специалист. То есть мы обязательно спросим у соседа, как тебе понравилось. Обязательно, если, тем более, некоммерческая организация создана давно, где есть опытные люди, опытные специалисты, естественно, уровень доверия пониженный и доверие необходимо просто зарабатывать. Поэтому личные встречи, личная помощь какая-то руководителям некоммерческих организаций и заодно мы рассказываем о том, что мы можем. Рассказываем о нашей команде. Я начала рекламировать именно специалистов ресурсного центра, потому что действительно мы сталкиваемся с тем, что на самом деле не все понимают, что такое ресурсный центр в принципе. Ну, ресурсный центр, ресурсный центр, а что вы делаете? Поэтому постоянно на языке о том, кто мы, что мы, куда мы, мы налаживаем связь со СМИ, если есть возможность публикации, обязательно это публикация в газете местной. Хотя мы понимаем, что мало кто ее читает в бумажном же, да, варианте, но есть электронные версии, мы делаем рассылки с электронными версиями данной газеты и пишем, посмотри, значит, там страница 8, абзац 4 про нас написали. И вроде бы как человек уже заинтересован в этом всем. Во взаимодействии с администрацией города у нас есть возможность заявить о себе на телевидении. То есть мы участвуем в прямых эфирах, даже у нас есть выход на радио, радиопередача, где мы рассказываем о том, кто мы, что мы. То есть, в принципе, любая некоммерческая организация, в том числе ресурсный центр, может рассказать о себе через СМИ. Еще очень интересной площадкой оказалось управление социальной защитой. Так как у нас кроме ресурсного центра есть еще несколько направлений, по которым мы работаем, в том числе являемся поставщиками социальных услуг. И интересная площадка тем, что, во-первых, люди вынуждены прийти по сертификатам к нам. И в начале любого курса, к примеру, по финансовой грамотности, мы начинаем рассказывать о том, что, а вообще кто мы? И что мы можем вам предложить? Таким образом, мы находим новых потенциальных активных граждан, которые хотят создать либо некоммерческую организацию, либо социальный бизнес. И тогда уже люди приходят в личные консультации. Если я не могу лично помочь, я, естественно, управляю специалисту, который может все это рассказать. Поэтому у нас больше работает лично. А по поводу социальных сетей протормаживает. Если еще в Инстаграме люди любили сидеть, картинки листать, ну и заодно текст прочитать, коротенький, не загружаясь, и очень быстро на ходу где-то в транспорте, то Инстаграм нам принес больше, чем принес контакт. Но сейчас у контакта появляются новые возможности. Мы сейчас их пробуем по поводу того, чтобы в сторисы выкладывать, да, то есть размещать какие-то фотографии. То есть я думаю, что через какое-то время у контакта будут шикарные возможности именно для развития информационной открытости, да, потому что в данном случае мы говорим об этом. Новые соцсети, я думаю, что в них быстрее зайдет активная молодежь, по моему мнению. Потому что Тенчат, ЯРУС и подобные сети, которые сейчас развиваются, может быть не совсем понятны. И ждать оттуда большого притока людей, как бы, ну, нет возможности. Мы пришли к тому, что на нашем красивом сайте, который мы разрабатываем, который мы наполняем, мы все-таки решили размещать более официальную информацию о нас и привязать официальный сайт просто к соцсетям. Для того, чтобы если вам надо официальная информация о ресурсном центре, вы можете ее получить на сайте. А все, что пообщаться, поболтать, поговорить, разместить фотографии больше, порадоваться каким-то поездкам, получили новые сертификаты. То есть это все в соцсети. То есть вот пока мы на такой. Очень люблю посещение всяких конференций. Потому что там люди заинтересованы, они на одной волне с вами. И любое обучение, любая конференция, любой форум дает гораздо большего отдачи и эмоциональной, и в плане общения, да, вот, чем в соцсети. Потому что сегодня, на данный момент, да, я зашла, я понимаю, что я соскучилась по живому общению, где я людей вижу, где я людей слышу. Я очень рада видеть девочек, с которыми познакомилась недавно, мне безумно приятно всех видеть, даже с помощью экрана. Поэтому на живое общение никто, наверное, никогда у нас не заберет. Спасибо, спасибо большое. Ну, я как организатор мероприятия, можно тоже немножко скажу, и потом предлагаю приступить к обсуждению. И, может быть, поскольку у нас достаточно большое количество людей, и что очень радует на самом деле, то мы разделимся на группы. Ну, вот, я хочу сказать, что я могу присоединиться ко всем тем каналам, которые были озвучены моими коллегами, да, то есть мы все что-то пробовали, что-то до сих пор делаем. И на что я хотела бы обратить внимание, может быть, с точки зрения того, что еще. Ну, вот, Аня сказала, что есть группа в Телеграме, общалка, мы сделали группу руководителей некоммерческих организаций. И вообще клуб руководителей некоммерческих организаций, вот, Лен Мальцкая не даст соврать, это такая новая, хорошо забытое, старая, да, когда-то они были и были очень популярны, потом все рванули в сети, перестали, клубы или подзамирали. А сейчас это снова возрождающаяся вещь, именно очные встречи и такое вот общение в каком-то канале, и, наверное, все равно в каком. Мы, у нас есть группы тех, кто участвовал в разных мероприятиях, значит, вот коммуникационные группы ВКонтакте, в которых мы, значит, ведем там переписку, такие коллективную переписку. Но вот меня сейчас больше волнует вопрос про то, как сделать так, чтобы про нас узнали те, кто не знает, потому что те, кто знает, они вот находят нас в разных местах, да, и где бы мы там следы не наоставляли, они там по этому следу найдут. Вот, знаете, мы очень давно пытались, и когда-то было великолепное время, когда некоммерческая организация узнавала про гарант в момент регистрации. Иногда даже до регистрации, когда они приходили, тогда еще, ну, тогда еще сначала Минюст, потом от Минюста это ушло, потом снова вернулась Минюст. Вот, и когда Минюст прям предлагал сходить на консультацию, чтобы мы помогли. И, в общем, некоммерческая организация, получая документы, получала эту информацию, что есть ресурсник. К сожалению, сейчас восстановить этот путь нельзя, и мы даже думали, может, на асфальте около Минюста нарисовать. Или там где-нибудь билборд рядом повесить. Но вопрос в том, что, скорее всего, его просто не увидят. Ну, а вот это один из каналов, который мог бы сработать, но пока не работает. Ну, пока не знаем, как его запустить. Потому что именно там же они документы-то получают. Ну, как-то же банки узнают, что мы регистрируемся. И начинают, блин, звонить, ты еще документы не получил, тебя уже звонят. А мы-то как-то почему-то никак не можем это узнать. Вот, значит, мы стали, и вот про это уже сегодня говорили, знакомство с муниципалитетами. Вот мы сейчас проводим семинары по всем муниципалитетам. И подключили к тому, чтобы собирать людей на семинары, в том числе и органы местного самоуправления. И нам нашли достаточно много людей, которые, может быть, и в том числе мы нашли новые некоммерческие организации. Но это прям такой очень дорогой инструмент. Но, наверное, им надо периодически пользоваться. Потому что иначе мы вот не находим. И в этом отношении, конечно, ресурсные точки поддержки в регионах нас прям спасают. То, что вот тоже Оксана говорила, что они создают сеть ресурсных центров у себя в области. Мы тоже создаем такие точки ресурсной поддержки. Ну, скажем так, тех лидеров, на которых мы опираемся в территориях. И вот прям просим их, пожалуйста, сообщайте и рассказывайте, что к нам можно обратиться. Ну, вот я вот сейчас, слушая вас, поняла, что мы не делаем. Мы выпускаем огромное количество книг. И всяких пособий для НКО. И там в том числе, как написать проект. А у нас на последней странице нет информации, зачем к нам еще можно прибежать. А ее даже, наверное, на первую страницу надо поставить. Вот сейчас прям кончится наша с вами встреча. И напишу дизайнеру, чтобы она срочно в верстку в электронную книжки занимательное проектоведение вверстала данные про то, что можно у нас получить. А еще я поняла, что надо туда вставить данные про нашу карту НГО МЭП и написать, что если вы из других территорий, ищите свой ресурсный центр тут. Вот мне кажется, это тоже важно. И может быть, нам всем надо на сайте тогда поставить информацию или на наши каналы, что вот есть карта ресурсных центров, ищите свой ресурсный центр. Потому что вдруг найдут, ну, условно говоря, наши найдут не нас, а вас кого-нибудь. Вот. Значит, что еще, мне кажется, что… Вот я согласна с личными страницами, потому что, ну, как бы многие знают нас лично. И, наверное, ну, я не знаю, как на личных страницах периодически рассказывать, что у нас есть ресурсные центры, зачем к ним можно прийти, наверное, да. Ну, потому что, правда, люди вот видят тебя в глаза и потом пытаются вот в территории, они тебя же пытаются и найти, да, и у тебя попросить помощь. Вот. Ну, и мне кажется, что, ну, такая очень важная вещь, про которую мы на самом деле с вами тоже все время обсуждаем, и, может быть, это надо еще подробнее обсуждать. И у нас очень много тех, кто еще не НКО, но сейчас активно думает про НКО, в том числе из-за того, что идут грантовые конкурсы. И вот использовать вот эти площадки… Ну, к нам очень… У нас создали губернаторский центр, который является оператором вот грантового конкурса. и спасибо им, они очень активно к нам отправляют людей, которые приходят к ним, потому что у них деньги, и они говорят, а еще вам вон туда, да, вот. Но важно, чтобы они, придя к нам, увидели весь спектр, который можно, потому что не всегда это сразу можно… Мне кажется, что надо думать еще про то, как подана у нас информация, потому что раз люди не сразу понимают, как, что… Какой от нас можно получить пользу, то, может быть, надо немножко переструктурировать информацию. Ну, и еще одна вещь – это рассылка. Сайт может быть не очень популярен, но если люди подписались на рассылку, то они могут получать на электронную почту письма, и вот наш опыт показывает, что эти письма открывают. Мы тут, правда, попали в ситуацию, когда вдруг обнаружили, что-то нашей рассылки нет. И, ну, понятно, почему ее нет, потому что сервис рассылки перестал работать для России. Вот. Но вот сегодня я могу уже радостно сказать, что сначала мы плакали, потому что вместе с сервисом грохнулась и вся база данных тех, кто был подписан на рассылку, и мы боялись, что нам ее не вытащить. Но благодаря умению нашего программиста со вчерашнего дня рассылка запущена, и база данных вытащена невероятными усилиями. В общем, мы сможем восстановить. Все, кто получал рассылку, будут снова ее получать. Вот. Но одна из проблем рассылки в том, что она опять придет только тем, кто уже про нас знает. А как ее доставить тем, кто про нас не знает, я вот не очень понимаю. Вот. Ну, вот это то, что мы делаем. И я сейчас предлагаю... Давайте мы сейчас разделимся на группы. В принудительно хаотичном порядке нас Zoom растолкает на 15 минут на небольшие группы, вот специально на небольшие. И я хочу предложить, знаете, во-первых, обсудить, какими еще, может быть, вы пользуетесь инструментами, теми, которые мы еще не называли. Потому что вот специально обученные люди, пока мы тут разговариваем, делают чек-лист, по которому потом можно себя проверять, все ли, как бы, что можно, мы используем, или все ли, что хотим, мы уже сейчас у нас в инструментах. Вот. То есть что может быть из неназванного есть, или, может быть, под каким-то другим аспектом у вас используется. Может быть, подумать, какие еще могут быть способы, как все-таки донести информацию, чтобы про нас узнали те, которые не знают, и чтобы те, которые про нас знают, узнали про нас больше. И, может быть, как в одну стратегию соединить эти разные площадки, потому что, вот смотрите, площадки, сегодня много про это говорили, одни включаются, другие выключаются площадки, мы перескакиваем с одно место в другое, и каждый раз пытаемся это делать, ну, практически, ну, как бы, вот, здрасте, с нуля начинаем в новом месте раскручиваться. Как, может быть, продумать, и есть какие-то идеи, как сделать вот эту самую стратегию, и продвижение, чтобы мы могли, вот, ну, не хаотично с этим заниматься. Я вижу, Сергей поднял руку. Сергей, вы хотите, да, что-то сказать, пока все тут? Да, 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 если можно, да, давайте я выступлю. Калужская область, ресурсный центр инициативы, мы созданы 6 лет назад, достаточно давно, в общем, работаем в этой сфере, перед этим консультировались с лидерами, ресурсниками, которые у нас давнишние. Ну, благодаря тому, что Калужская область близко расположена к Москве, конечно, мы имеем возможность регулярно посещать тематические мероприятия, близко сотрудничаем с Общественной палатой Российской Федерации, с профильной комиссией Селены Андреевны Топольев-Солдуновой. Буквально на днях мы выезжали в Новосибирск на форум сообщества, все вместе общались. Рад видеть здесь тех, кого видел там. Вот, очень приятно. Но давайте теперь по практике. Да, действительно, сегодня время у нас такое своеобразное. Да, у нас мы потеряли некие коммуникации, которые годами наращивали, что это касается соцсетей, демонстрационных материалов на YouTube-каналах наших. Но, тем не менее, как всегда, это открывает и другие возможности. И мы, значит, на протяжении вот уже двух лет открыли для себя, даже в момент, когда шла пандемия, и были ограничены возможности по сбору в очном формате, в живом формате, у нас, ну, прям буквально накануне пандемии мы открыли для себя такой интересный момент, проект живого общения, который я рекомендую всем использовать в своей работе. Значит, украли мы эту идею у нашего губернатора. Он собирает регулярно на свои бизнес-завтраки представители МСП бизнеса региона. А мы подумали, а почему бы нам не начать собираться сектором, некоммерческими организациями, и также за чашкой чая в неформальной обстановке поделиться друг с другом теми моментами, которые у нас присутствуют, проблемами, проектами, возможностями. Ну, потому что мы, сектор, как мы понимаем, да, ограничен в ресурсах. Поэтому консолидация наших возможностей и усилий, она способствует достижению тех проектов, которые направлены, в общем-то, на наших благополучателей, на оказание им социальных услуг. И мы запустили наш проект и назвали его «Добрый завтрак». Значит, два года он уже существует. Я вам скажу так, через год его работы наш «Добрый завтрак» посетил и губернатор, а перед этим все его заместители и профильные, и не очень профильные. У нас были министры, депутаты законодательного собрания, представители бизнеса, торгово-промышленные палаты, СМИ. Ну, в общем, проект зашел, что называется, и стал интересен различным секторам. То есть на нем, помимо того, что внутрисекторальное взаимодействие мы обеспечили для наших НКО, мы также обеспечили и межсекторальное взаимодействие в регионе. Сегодня этот проект, ну, вот мы его стараемся проводить ежемесячно, и, ну, вот здесь сразу нюанс. Первые доброзавтраки мы проводили для всех желающих НКО, для того, чтобы они познакомились между собой, для того, чтобы пообщались поближе, да, и когда количество участников, ну, где-то у нас завалилось за 50 человек, мы стали понимать, что общение, в общем-то, не получается качественным, потому что даже каждому высказаться по 5-10 минут, это уходило там в несколько, в 4-5-6 часов общения, но это уже очень тяжело, и это превращалось в формат форума. И вот где-то, да, через полгода мы начали проводить тематические доброзавтраки. Мы стали отбирать именно НКО по тематике, те, кто работает с детьми, и собирать, приглашать на них представителей профильных ройевов наших, там, или депутатов, которые отвечают за социалку с детьми. Ну, в общем, вот такая практика, да, чтобы долго не занимать время, то есть живое общение, вот сегодня, сегодня этот проект, ну, я считаю, один из лучших нашего ресурсного центра. Да, мы сейчас уходим в медийку тоже, мы снимаем передачу «Образ жизни», раз в квартал... Сергей, немножко, да, останавливать буду, да, потому что... Да, да, да. Спасибо. Да, у нас на площадке на нашей зубке все есть, да, можно посмотреть. Спасибо. Супер, отлично. И вот я предлагаю сейчас в группах, может быть, обсудить и самые интересные вещи выбрать, чтобы потом мы могли еще успеть про это проговорить, когда встретимся снова, но в том числе обратите, пожалуйста, внимание, давайте тогда, вот у нас два вида коммуникаций обсуждается сейчас в процессе с теми, кто уже про нас знает, для того, чтобы они узнали про нас глубже, это одни форматы, да, и как сделать так, чтобы про нас узнали и нас нашли, те, кому мы нужны, как ресурсники, но которые еще не понимают, что такой ресурс у них на территории есть, да. Итак, какие у нас есть инструменты еще, которые мы еще не обсуждали, да, может быть, предложения, что еще нового можно было бы придумать и как все-таки, может быть, какие-то идеи есть, как выстроить это в стратегию. Итак, коллеги, помогите мне, пожалуйста, с разделением на группы, встречаемся через 15 минут, мы все люди ресурсные, поэтому каждый сам там себе модератором и станет в этой группе, кто первый микрофон включит, тот и модератор. Спасибо. А все возвращаются, ура, ура. Так, по-моему, не все. Что-то надо в принудительном порядке и залы закрыть. А, еще, потому что 15 секунд еще. Народ еще общается. Да. Вот, все тут. Уникальную вы дали возможность. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю. Настолько поточное сейчас состояние, что прям чудесное общение получили. Спасибо. Спасибо вам. Это же вот, если бы вы не пришли, то что бы мы одни-то могли бы, сами с собой бы тут сидели и разговаривали бы. А так, вон, сколько народу. Я, правда, испугалась, когда мы все вышли в маленькую группу, и кто микрофон не включает, это я с дуру-то сказала, кто первый микрофон включит, тот и модератор. И все такие сидят и ждут. Пришлось модерировать. Вот. Ну что, коллеги, я предлагаю поделиться, что получилось. В каждой группе был кто-то, кто все-таки взял на себя лидерскую роль. И я предлагаю, да, озвучить коротко. У нас еще 15 минут есть на то, чтобы вот собрать все воедино и вовремя уложиться, никого не задержать, поскольку обещали полтора часа. Вот. Кто готов начать рассказывать, что интересное было? Мы так столько, я так с полу листа написала, что надо еще добавить. Благодаря Александру. Пожалуйста, кто готов? Давайте. Лен, пожалуйста. Микрофон. Значит, смотрите, было предложено, например, на ресурсном центре, там у нас здание, где он находится, размещать QR-код. Потому что очень часто молодежь иногда реагирует и, в общем, какие-то вещи. Или, например, четко проследить, что вы, например, есть в Яндекс.Такси. Вот. Значит, что еще? Значит, мы говорили, что, особенно, если вы ведете программы по развитию местных сообществ, тоже приходит довольно много инициатив людей. Точка входа может быть через объявление на сайте общественной палаты или региона, или муниципалитета, или там еще что-то такое. Но при этом у нас вот соответственно, Аня действительно сказала, что иногда после мероприятия бывает такой поток, скажем, посетителей, которые четко тоже свой запуск не могут сформулировать, что, может быть, оно и не надо. Но все равно, значит, было еще отмечено, что вот иногда приходят рассылки и там, кроме нас, есть еще 200 адресов. Может быть, через них тоже делать такие рассылки. раз своровал эти адреса и туда это. Но хотя было более другое такое, мне очень понравилось. Вот прям как раньше приходят письма с запросами, да, тоже ставить их в базу и просто вот рассылать еще письма, понимаете? То есть не через рассылки, а какие-то письма с личным обращением. это очень ну как бы может вдруг привести к тому, что те люди, которые не понимали, что они у нас могут получить, они соответственно могут приходить. Я потом вспомнила еще, Марина, как мы с тобой вели для добровольческих центров, вот этих государственных, и рассказывали, что такой ресурсный центр, вот, для добровольцев в том числе, это тоже может быть в их обучающих программах, пытаться вставляться по поводу этого. Ну и было еще предложение все-таки, ну, как бы, может быть, использовать сарафанное радио, но все-таки делать некоторое такое соглашение с теми, кто, например, что-то получил благодаря нашим услугам, чтобы они публиковали какую-то новость у себя, там, например, что вот благодаря тем-то тем-то мы получили, там, например, президентки или обучились, или там еще что-то. И что, если кому-то нужно это, то можно обращаться и вам могут тоже помочь. Спасибо, спасибо. Айгуль, рука поднята, пожалуйста. Добрый день всем люди роста и развития, удивительные люди, которые здесь собрались и которые любят делиться своими знаниями. Я приветствую всех тех, кто здесь находится. Вы знаете, я бы хотела сказать, что вот самое простое, да, сарафанное радио, оно работает мощно, но оно работает тогда, когда источник информации ресурсен, то есть находится в ресурсном состоянии, вы не случайно ресурсные центры. Вот я как раз занимаюсь психологией, да, и психологией собственного ресурса. Как быть самому все время в таком состоянии энергетики повышенной, в таком высоком состоянии вибраций, когда к тебе стекаются необходимые люди. Вот чисто случайно я здесь оказалась, да, но я знаю, что нету случайности, есть планомерная моя давняя деятельность, и это связано с прокачиванием собственной любви к себе. Спасибо. Да, вот этого всего. Это удивительно. Спасибо, спасибо огромное. Да, кто следующую группу готов представить? Да, коллеги, микрофон включаем и берем на себя ответственность. Ну, ничего себе. Я готова. Давай, Оксан. Так как вы сказали, кто первый включит микрофон, будет модерировать, мы тоже подождали, и я включила микрофон. Понятно. На самом деле мы с коллегами поделились в принципе у всех одни и те же методы, которые мы вот озвучивали с Наташей, с Мариной, с Аней. По сути, все, да, и рассылки, то есть практически все одно и то же единственное, но это уже больше, наверное, про дальнейшую коммуникацию. Мне напомнили, что формат у нас такой тоже есть, онлайн-планерки, это пандемия научила, но это уже не про точки входа, это уже когда дальше. Но опять же, вот эти онлайн-планерки, они дают возможность поддерживать этот контакт на определенном уровне. Примерно раз в два месяца, допустим, если нужно, запрос есть, то чаще. Иногда это официальный, когда в конкурс уготовимся, первое, это онлайн-планерка, конкурс начинается, но иногда это просто вот как сегодня у нас, про поговорить, прообсудить, друг об друга подумать. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, следующие. Семь групп было, пока две выступила. Ускоряемся, а то времени не хватит. Следующая группа прям смелее. Ну, ничего себе ресурсники называется, микрофон включить не могут, вообще. Давайте я. Давайте. О, Надежда молодец, настоящий ресурсник. Ну, конечно, да, также включила микрофон. Все сидели, молчали, семь человек и ждали. Да, 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 всегда кто-то должен быть первый, это такое дело. У нас получилось такое душевное общение, на самом деле, мы обменялись, да, тем, ту информацию, как работаем, но что может быть из такого работающего, коллеги назвали, вот СМИ местные, Оксана говорила о том, что, Афиногенова, о том, что у них это прямо отлично заходит, и через СМИ новые контакты, то есть новые люди приходят. Мы со СМИ не работаем, у нас такого, например, опыта нет. Потом вот коллеги говорили про власть, что разные, например, учреждения, да, там, культура, спорт, ну, то есть где ты работаешь, все направления как бы определятся и через них свои услуги предлагать. Потом очень активно, в принципе, про группы ВКонтакте и чат ВКонтакте, то есть это такой ресурс, где чат для взаимодействия, но уже с теми, кто есть, и поддержка вот этого постоянной коммуникации. Про это была речь. Лена Шпоркина говорила о том, что вот у них тоже идут открытые встречи, но они их разделили проектом как «Новый горизонт». Лена, если что, поправляй меня. Программа идет, когда разные идут встречи, тематические тоже, например, спорт в шаговой доступности, да, и тогда все организации НКО, которые вот со спортом работают, они объединяются на этой площадке и такая тусовка получается, где друг друга поддерживают ресурсно. Или там, мастерка или ремесленников, ну и такие другие направления. Плюс тоже везде визуализация должна быть. То есть какой-то, если где-то выступаешь, баннер с контактами, с услугами, если где-то там, ну, куда-то идешь, какая-то визитка, да, или картинка, ну, где-то что-то, чтобы тебя взглядом можно было зацепить, чтобы ты как-то отличался. Ну, вот, наверное, такое все основное, то, что мы проговорили. Ну, и, конечно же, массовые мероприятия, ну, я имею в виду конференции, семинары, вот где мы бываем, да, физически, там максимально знакомиться с людьми, и вот это вот сарафанное радио, или как горизонтальные связи, которые мы сами лично устраиваем, они, конечно, самое сильное оружие для вовлечения новых и удержания старых партнеров. Ну, вот так. Спасибо, спасибо. Следующая группа, смелее. Можно? Можно мы, Конечно. Смотрите, у нас такая группа получилась интересная, из ресурсников у нас оказался только Павел, который представляет Ассоциацию бухгалтеров и аудиторов, это сильнейший ресурсный центр, мы очень рады были. У нас тоже получилась такая душевная беседа, мы рассказали про себя, у коллег запросы были на то, что они не могут найти общий язык с ресурсными центрами Ленобласти, ну, вот у Ирины был такой запрос, и здесь получается выпадает, ну, такая потребность, когда мы сами не можем сформулировать, чего же мы хотим от ресурсного центра. То есть, вот мы сейчас начали разговаривать, ну, то есть, это вопросы больше к себе. Спасибо огромное за такой формат встречи. И получилось, с Павлом, который представляет Ассоциацию бухгалтеров, мы тоже сразу его начали раздирать, дайте ссылку, дайте ссылку, и получается, что иногда мы сами даже не готовы ее мгновенно дать, то есть, ее где-то нет под рукой, там, хотя сзади него есть баннер, но на нем, допустим, нет информации. Да. Вот так вот, да. И мы, да, начав про это разговаривать, вдруг обнаруживаем какие-то очень простые вещи, про которые даже, да, не подумали. Спасибо. Спасибо огромное. И так еще четыре, пять, шесть, семь, еще трое, одна из них я, Елена. Да, ну давайте, коллеги, я попробую, в принципе, ходили вокруг подобных вещей, да, и опять же сказали, что местное телевидение, да, либо сотрудничество с медиаканалами для нас, как возможность просвещения и информирования тех, кто про нас еще не знает, да, заход в широкую аудиторию, и это используется. Пока мы используем YouTube и переносим, да, все на YouTube для того, чтобы продолжить работать с теми, например, кто уже знает, но мы пока рассказать можем еще про какие-то свои специфичные, да, может быть, услуги, которые не на поверхности. И, кстати, в связи с этим, наверное, ну вот я спрашивала коллег, да, например, есть ли у них какая-то специфика, потому что мы понимаем, что ресурсные центры разные, да, есть территории, где, например, один ресурсный центр, у него нет конкуренции, к нему приходят по всем вопросам, да, начиная там от регистрации, заканчивая отчетностью, а, например, мы постоянно сталкиваемся с тем, что у нас много организаций, которые консультируют, и вот понимание, наверное, по какой тематике, да, или какие стоят специфичные услуги, и как ты их можешь дать, это, наверное, такой шаг до того, как ты вышел, собственно, презентоваться, и этот шаг, наверное, нам нужно сделать, чтобы лучше понимать, а что мы делаем, да, потому что, вот, например, ну, наш опыт, Надежда, может быть, меня поддержит, мы сейчас заводим, например, отдельные сайты под тематические проекты, которые мы делаем, и нам кажется, что это тоже хороший момент, то есть, например, ну, условно, мы обучаем, например, там, по сбору обратной связи своих проектах благополучателей, тем самым, там, например, себя представляем, ну, как бы, в новой заточке, да, вот, вот этот вот вопрос остается, но и Сергей, вот интересно, тоже плотненько сказал, что у них есть, опять же, к вопросу, да, больших онлайн ресурсов для представления разных МФО, в частности, ресурсных центров, он сказал, что есть, например, у них витрина социальных проектов, да, такая карта Калужской области, где можно представлять разные организации, и сегодня, наверное, мы не до конца даже умеющиеся ресурсы, ну, друг друга, да, для того, чтобы представить в своей организации, используем, то есть, наверное, здесь надо еще добежать, докрутить, чтобы это было четко. Спасибо. Пока следующий выступающий включает микрофон, отправляю вам в чат ссылку, кто-то спросил, а есть ли где нам общаться, все, может быть, создадим такую группу, пожалуйста, группа «Сила вместе» в телеграм-канале создана, для того, чтобы была возможность, да, и кому важно оставаться вместе, пожалуйста, да, заходите сразу в эту группу, вот, и, пожалуйста, шестой выступающий. Ну, давайте, пока потерялся шестой, вспоминайте, кто был шестой, вспоминайте, кто еще не выступил. Давайте я скажу, вот благодаря Александру у нас появилось несколько инструментов, которые, мне кажется, тоже могут использоваться, правда, не всегда, но вот Александр Митков сказал, что у них есть заключение, соглашение с Минюстом, который им выгрузку дает по мной зарегистрированным некоммерческим организациям, и они приглашают их зарегистрироваться на специальном канале, на специальном сайте с великолепным кодовым названием «Елка», да, и рассказать о себе, и, соответственно, тем самым получают все постоянное пополнение базы данных. Еще одна штука, которая может быть больше по силам, ну, здесь есть, конечно, ХМАО особенность, что это все-таки ресурсный центр, созданный правительством, поэтому у них чуть больше возможностей, но мне кажется, у всех у нас есть возможность делать совместные семинары с Минюстом, у которого есть вообще-то необходимость делать определенного рода разные семинары для НКО, а организационные возможности сделать это есть у нас, и поэтому мы можем здесь плотно сотрудничать, и, соответственно, те, кто придут послушать Минюст, могут узнать заодно и про нас, главное, не забыть им про это рассказать. Значит, кроме того, великолепно работают грантовые конкурсы, можно смотреть базы данных грантовых, кто подавался на грантовые конкурсы разные, и оттуда собирать информацию про тех, кого мы не знаем, и, соответственно, отправлять им эту информацию. Активных людей можно искать на грантовых конкурсах для инициативных групп и активистов. Такие конкурсы в некоторых территориях есть, к сожалению, не во всех, а может, к счастью, не во всех. И, соответственно, там можно найти вот тех самых активных людей. Ну, что еще? Интересная, значит, интересная идея еще проводить семинары для специалистов, отвечающих за работу в НКО в муниципалитетах и, соответственно, через них находить эту информацию. Ну, и для рейтингов, вот сейчас мне пришло в голову, что для рейтингов общественной палаты и Министерства экономического развития регионы подают информацию о работающих некоммерческих организациях. Соответственно, может быть, у нас, ну, понятно, что всех не найдут, но, может быть, какие-то незнакомые организации можно будет найти, посмотрев, в том числе и в, значит, вот в этот список с ОНКО на министерстве, на сайте Минэка и, может быть, в отчетах посмотреть, у тех департаментов или министерств, которые отвечают за работу с некоммерческими организациями. Мне еще показалось, что нам бы, наверное, надо как-то очень по-простому рассказать, кто такие ресурсные центры, чтобы можно было какой-то вот, ну, иметь материал, вот не только ссылку, но и такой рассказ, кто такой ресурсный центр, что там можно поискать в этом ресурсном центре, вот, и, может быть, с контактом на НГУ МЭП. Знаете, мне пришла идея, наверное, мы это сделаем. Помните, мы делали мультики про НКО, не НЛО? Мне кажется, надо сделать в этой серии мультик про ресурсный центр. Берем на себя обязательства. Вот. Мне кажется, он нам немножко поможет, потому что мы еще больше НЛО, чем все остальные. Вот. Это то, что было у нас. И еще все-таки одна группа потерявшаяся, может быть, найдется. Есть ли что-то добавить из того, что мы обсуждали? Добрый день, Марина Евгеньевна. Да, Ренина, пожалуйста. Можно, да? Конечно. Добрый день, коллеги, приветствую вас всех. Спасибо за совместное общение, работу. Знаете, я что подумала, но вот сейчас у нас в регионе нам актуальным и важным кажется тема единого ресурсного центра, ну, условно, пусть он будет не территориально единый, а, так скажем, бренд, да, единый ресурсный центр полного цикла с объединением всех ресурсных площадок. И, соответственно, мы говорим о том, что нам необходим принцип одного окна, потому что так уж много чатов разных, так много разных площадок, мы все это понимаем, и теперь уже понимаем о том, что единый центр коммуникации какой-то, этот один канал, да, куда пойдут вот все площадки. И, соответственно, после этого провести круглый стол с представителями региональной власти и муниципальной и объявлением того, что создана такая виртуальная площадка, вот единый канал общения и единая какая-то электронка. Ну, наверное, так, для того, чтобы как-то собрать всех кучу, потому что сложно действительно стало. Да, 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 ну вот такое предложение. Здорово, спасибо большое, спасибо. Ну вот, коллеги, спасибо вам огромное за разговор, мне кажется, что, ну, вот хочется, знаете, как всегда в завершении хочется сделать вывод по поводу того, что вот, мы тут договорились, но мне кажется, что здесь у нас вопрос не про то, про что мы договорились, а про то, про что мы поговорили, потому что каждый для себя в процессе сегодняшнего разговора, возможно, сделал какие-то выводы, вот я так точно, прямо сейчас побегу в дизайн делать книжек, которые у нас на сайте. Вот, мы на самом деле записывали все идеи и предложения и сейчас их обработаем и обязательно отправим эту информацию вам и мы готовы услышать ваши предложения, какие еще темы нужно обсуждать вот на таких встречах и, соответственно, что, что важное, чем важным мы можем делиться друг с другом и в том числе как бы темы, которые можем обсуждать или темы, которые надо заглубиться, может быть, или опыт, которым надо поделиться. Вот, спасибо вам огромное за это удовольствие и общение, вот, и я соглашусь с тем, что так приятно, что нас, в принципе, много сейчас в зале здесь, да, вот 46 человек сейчас и так много нас уже хорошо знакомых друг с другом, часто встречающихся, но еще приятнее, чтобы много, что есть и новые лица и очень хочется, чтобы все эти лица стали родными и чтобы мы стали встречаться много, часто на разных площадках. и еще раз напоминаю, что мы только что создали группу «Сила вместе» с хэштегом для того, чтобы мы могли там общаться, да, и сейчас ссылка у вас в чате, можно нажать и подписаться на нее сразу, если вам это интересно, ну и мы пришлем эту информацию в рассылке и надеемся на следующую встречу в лаборатории ресурсных центров и не только в лаборатории, потому что и у нас, и у других ресурсных центров, которые работают на федеральном уровне, как площадка для обмена опытом ресурсников, и в этом, и в следующем году планируется много разных мероприятий, поэтому до встречи, знаю, что некоторые к нам уже в дорогу собираются и 27 числа будут у нас в Архангельске на очередной площадке методической для ресурсных центров, поэтому и обратите внимание, мы объявили набор на еще одну площадку, которая будет в мае. Всех рада была видеть, всем удачи, хорошего дня, у кого день еще впереди, обеда, приятного у кого уже обед, ну и доброго вечера тем, кто уже, я знаю, у нас есть Дальний Восток здесь, те, кому уже спать почти пора. Камчатка уже спать будет ложиться. Да-да-да, поэтому доброй ночи тогда Камчатке и Дальнему Востоку. Всем спасибо огромное, удачи, до новых встреч. Марина, бери меня, скажи. Да, хорошо. До свидания. До свидания всем.